20.30 это КЭП на Первом Приднестровском. Добрый вечер. Обо всех событиях дня прямо сейчас. Начинаем. Молдова не оставляет попыток дискредитировать миротворческую операцию на Днестре. Об этом сегодня говорили на совещании у президента. В преддверии Международного дня миротворца Вадим Красносельский пообщался с сопредседателем ОКК от Приднестровья Олегом Беляковым. Обсудили ситуацию в зоне безопасности. Ситуация в зоне безопасности сложная, говорит Олег Беляков. На коммуне очередное заседание ОКК так и не состоялось. Причина – позиция представителей Кишинева. Ситуация, которая складывается в работе Объединенной контрольной комиссии и в самой зоне безопасности, на сегодняшний день вызывает определенную озабоченность. Прежде всего это связано с тем, что молдавская сторона в части работы военных наблюдателей, в части работы Объединенного военного командования, сама делегация Молдова Объединенной контрольной комиссии, встала на путь некой дискредитации самоверотворческой операции и ухода от основных принципов соглашения 1992 года и ранее принятых документов. Молдова пытается политизировать процесс миротворчества, играет фактами в свою пользу. Так было и раньше. Летом прошлого года на ОКК договорились, военные наблюдатели могут посещать любые объекты в зоне безопасности, чтобы понимать реальную ситуацию. Сейчас механизм снова дал сбой. Молдавская сторона периодически занимает крайнюю позицию по дискредитации миротворческой миссии на Днестре и по сути дела создание платформы для ее ликвидации. Видно, они опять получили какие-то либо команды. Это прослеживается в ее действиях. Молдавская сторона по имеющейся информации будет стремиться к давлению на переднестровскую сторону и естественно дискредитации основных инструментов миротворческой миссии. Как ОВК, МВК, так и Объединенная контрольная комиссия в целом. Молдова не подписывает доклады Объединенного военного командования. Их скопилось уже 13. Получается, у сторон нет полной информации о ситуации в зоне безопасности. Случаются и провокации. Недавно машину одного из наших пограничников обстреляли прямо на посту у села Бычок. Задача Приднестровской стороны, во-первых, не поддаваться на провокации, это первое. А второе, сделать все возможное, чтобы, естественно, не было даже возможности у молдавской стороны пойти по пути дискредитации миротворцев здесь, на территории Приднестровья. Развала механизмов миротворческой операции допустить нельзя, говорит президент Красносельский. Миротворцы обеспечивают мир на Днестре с 1992 года. За 29 лет не зафиксировано ни одного масштабного вооруженного инцидента миротворцы обеспечивают безопасность и стабильность как в Приднестровье, так и в Молдове.